Дорогие мои друзья, позвольте представить вам свой новый учебный видеокурс, который называется «Изделие на подкладке». Дело в том, что я много раз обещала вам сделать его. Я шью изделие на подкладке совсем не так, как общепринято. Конечно, многие шьют точно так же, как я. Но я не знаю об этом, потому что во всех учебниках написан другой способ. Когда я прочитала учебник и попробовала сделать все, как там написано, я в конце концов как-то запуталась и отложила это еще на какое-то время. Но потом меня обстоятельства прижали, нужно было шить все, от юбки до шубки в наши трудные годы. И я все-таки вернулась к этому вопросу, хорошо подумала и придумала то, что сейчас вам показываю. Значит, отличие вот этого нового учебного видеокурса в том, что во всем интернете вы не найдете ничего подобного, где бы с самого начала, с постановки задачи, со снятия мерочек и до последней пуговички весь процесс над созданием вот этого изделия, изделия на подкладке, был бы так в деталях и подробно рассказан. Давайте я вам покажу, что будет присутствовать вот в этом видеокурсе и каким-то образом прокомментирую ту или иную часть. Ну, здесь немножко обо мне. Позвольте вам напомнить, что вы находитесь на канале Галина Коломейко «Кройка и шитье». Я являюсь автором безлекального метода кроя и довольно большого количества популярных и любимых вами книг. А это наши работы. То есть я работаю с очницами в Москве и с заочницами по всему миру, если можно уже так сказать и выразиться, это будет абсолютной правдой. Вот этот жакетик на подкладке мы шили с моей любимой Ангелиной ученицей совсем недавно, буквально несколько недель назад. Вот эту курточку мы шили с ней, как бы, как это называется, авиатор, да, куртка-авиатор из хорошего драпа, такого плотненького, теплую достаточно. Мы с ней шили, ну, наверное, еще зимой. Да, зимой, в конце зимы мы, в начале зимы мы ее шили. Она тоже на подкладке, но здесь уже рубашечный рукав. Если там лен и рукав точной, здесь рукав рубашечный. Вот этот вот строгий жакетик мы шили уже Наталье. Наталья просит себя не показывать. Здесь строгий английский воротник, двубортная, вточной рукав, двухшовный рукав, кармашки накладные, это брючный костюм у нее, да. И все вот эти довольно-таки разные вещи, они или пальто бы вы захотели шить, все это шьется по одной и той же технологии. Например, если это вам будет интересно, я после примерочки брала пальто в руки в свое время, в 8 часов утра, когда мы уже его померили, и в 5 часов вечера я могла его повесить на плечике. А там были и карманы, и воротник, и петли, и пуговицы, и застежка, и, конечно, само собой подкладка. Итак, новый учебный видеокурс. Я в этом курсе шью вот такой вот жакетик, у которого желтая подкладочка. Ткань на жакет темно-синяя. Такая же ткань на брюки, и из такой же ткани, это вискоза хорошая такая, плотненькая была, из такой же ткани, как подкладка, у меня сшит топик. В общем-то, получилась очень-очень солидная такая, интересная, стильная и классически такая удобная, комфортная, вне времени вещь. Жакетик этот сделан по типу мужского, то есть он не притален, двубортный, но как бы там ни было, это не имеет значения на процесс изготовления любого изделия, на ту технологию, на тот порядок, через который все это изделие проходит во время своего создания. Итак, через что же он, что содержится в этом курсе? Я его разбила на 14 больших видеоуроков. В каждом видеоуроке есть видео, есть фотографии, возможно, где-то, и есть комментарии, то есть самые важные моменты, которые вам нельзя опустить, которые я обязательно проговариваю на видео, или не проговариваю, но тогда я это пишу. То есть что-то самое главное, самое важное вы увидите вот здесь, вот в этой вот школе. И перечисление этих уроков, вот все сейчас перед вами. С чего начинается? Начинается, конечно, со снятия мерок из подготовки после этого технического задания, то есть мы рисуем жакет, мы записываем туда мерки и выбираем определенные прибавки. На основании выбранных прибавочек мы строим выкройку. Я показываю вам, как строится моим способом вот эта самая базовая конструкция, которую мы потом преобразуем в то, смоделируем то изделие, которое нам нужно. Моделирование уже выполнено, ткани из бумаги лекала выкроены, двухшовный рукавчик я показываю здесь, вот как строится, потому что рукав у нас в этом изделии проходит особый путь, потому что он выполнен из ткани компаньона. В магазине, к сожалению, остался только остаток, и я подобрала похожего по цвету другую ткань. По цвету-то подходил он идеально, но качество этой ткани было совершенно иное, и она была жесткой, сухой, совершенно неподходящей для того, чтобы из нее шили из такой ткани вот такой вот хороший рукавчик, вточной, без заломов и так далее, без лишней посадки. И должна вам признаться, что не сразу у меня получилось вот именно такой рукавчик из-за свойств ткани приметать хорошо. То есть у нас была вторая примерка, что бывает у меня далеко не всегда, и на второй примерке я еще вносила коррективы. И вот эти мои попытки сделать все так, как надо, это часто возможно и у вас тоже, и вы посмотрите, как же выходить из них. Я показываю на первый раз два способа, как вметать вточной рукавчик, если он проблемный, и потом я еще показываю, как это все можно переделать, если на второй примерке что-то вам не понравилось, потому что на первой примерке я рукавчик не вметываю. Затем выполняется сметывание жакета всего. Надо сказать, что я сразу краю и детали верха, то есть основной ткани рукава, полочку, спинку, и по деталям верха я обязательно их проклеиваю, и по деталям верха я краю еще и детали подкладки. И как я это выполняю, я тоже здесь подробно показываю. Ну а потом наступает, после раскроя, конечно, сметка. После сметки наступает примерочка. Я показываю, как в видео, сняла видео, как эта примерочка у нас проходила. После примерочки нужно было внести изменения. Наши изменения касались в основном только проймы. Вот мы эту проймочку запомнили. Как это делается, тоже здесь будет все подробно и в деталях показано. Дальше что? Дальше я показываю, как обрабатывать карман в листочку прорезной. Очень детально, очень подробно. Несколько видео этому посвящено, фотографии. И вы увидите, как чистенько, красиво получается здесь наш кармашек. После того, как я сделала кармашки, мне удобно было их делать на разрозненной полочке. То есть я распорола боковые швы после примерочки и выполнила кармашки, потому что, ну, чтобы просто не возить потом вот это вот большое изделие. После этого идет стачивание боковых швов и основного изделия, и кармашков, и рукавов, вернее, и изделия на подкладке. После того, как мы прошили, нам нужно обметать. В этом курсе я показываю и заправку оверлока вам, и показываю, как нужно обметывать свое изделие, где лицевая строчка, где изнаночная строчка. Затем идет утюжка после обметывания. Подкладку я, кстати, всегда обметываю. А само изделие по мере необходимости. Показываю утюжку. После утюжки идет осноровка. Осноровке посвящено три части. То есть три видео вы будете в деталях смотреть, что это такое. Осноровка – это подрезка контуров детали. По результатам примерки мы уточнили пройму, край борта, линию горловинки, линию низа. И все это нам нужно сделать, отметить на наших деталях. И лишнее мы убрали. То есть мы почистили контуры. Затем после этого идет по плану у нас, по описанию технологических операций, идет подрезка мелких деталей, то есть выкраивание мелких деталей. В нашем случае это только воротничок, потому что кармашки я уже сделала раньше. А если бы я их сделала тогда, когда нам положено после осноровки, тогда бы я еще выкраивала здесь и мешковинки этих кармашек и листочку. Потом идет окончание. На окончании впервые вметывается наш рукавчик, потому что на примерке он только прикалывался. Ну и вот здесь, когда я вметала рукава, стало понятно, что нужно еще и провела вторую примерочку. Стало понятно, что нужно еще немножко подкорректировать нашу пройму, потому что плечики оказались широковаты. Хоть на полсантиметрика, но их нужно было убрать. Когда их убрали, тогда посадка, которая была в рукавчиках, она оказалась в самый раз, и рукавчики наконец сели прекрасно и хорошо. Вы все это будете наблюдать, просматривая вот этот вот наш видеокурс. Ну и в конце концов петли пуговицы. Петли и пуговицы. Как разметить петельки, как пришить их, как выполнить их, как пришить пуговочки, тоже подробно здесь все снято. Итак, в чем особенностях наших видеокурсов? В том, что доступ после оплаты видеокурса дается вам навсегда. В том, что мы никогда не ограничиваем вас по времени. В любой момент, когда вы захотели, вы зашли на сайт kolomeika.ru, у вас будет там личный кабинет, и вы будете туда заходить по своему паролю. Один раз зайдете с паролем, а второй раз уже зайдете без него, и поэтому доступ вам будет просто понятен и в любой момент доступен. Если что-то у вас не будет получаться в качестве технической части, то есть не можете попасть на сайт, не можете посмотреть оплаченный видеокурс, вы всегда можете нажать кнопочку «Помощь» на главном экране, и моя помощница Елена, она всегда вам поможет это сделать, разберется во всех ваших проблемах, связьтесь и по WhatsApp, и письменно, и так далее. Вот, это тот самый сайт kolomeika.ru. Вверху этого сайта висит баннер «Новый видеокурс от Галины Коломейко, как шить жакет на подкладке». И красная кнопочка «Узнать больше». Кликаете на эту кнопочку «Узнать больше» и попадаете на страничку вот этого нового видеокурса, которое написано справа. Там же можно и оплатить. Сейчас цена до 10-го числа, цена на этот видеокурс снижена ровно в два раза. Это как бы стартовая цена, она у нас была на недельку. После того, как мы запустили видеокурс, до 10-го числа еще есть время, так что, пожалуйста, успевайте, и я думаю, что вы останетесь очень довольны. Всегда есть обратная связь со мной. Ну вот, на этом разрешите закончить. Мой рассказ о новом учебном курсе, не побоюсь этого слова, долгожданном вами, потому что много раз я его обещала, и вот только сейчас у нас дошла очередь. Потому что такой огромный материал, который сосредоточен в 48 видео, в 56 фотографиях, еще в комментариях, нужно было довольно долго и внимательно отработать, выстроить все в логическую цепочку, чтобы вам было все просто и понятно. Как правило, вопросов у нас, у вас ко мне почти не возникает. А если и возникает, то я всегда вам помогаю и отвечаю на ваши вопросы. На этом разрешите закончить. Всего вам доброго. Всегда ваше.